В еврейской традиции существует несколько видов особых дат календаря, как праздничные, так и траурные дни. Собственно говоря, в наших календарях тоже существуют разные даты. Есть радостные, а есть грустные. Есть грустные? Да, какие грустные есть в Украине даты? День ВДВ, да? Это грустная дата для всего мира. День Голодомора, да. Послушайте, вы знаете, на иврите есть такое слово шекет? БВКШ это так уже, а шекет это уже конкретно. Не шекель, шекет, это тихонечко. Итак, точно так же существуют самые разные праздники. Для всех этих дат существует общее название – МОЭД, буквально означающее на иврите срок. Во множественном числе МОАДИМ. МОЭД. МОЭД. Срок. Сам праздник. ХАХ, извините. ХАХ самый праздник. Срок. Ну, то есть есть определенный срок. МОЭДИМ – это множество. Для каждой из особых дат еврейского календаря можно указать ее конкретный источник в традиции. Откуда мы будем знать, что надо праздновать тот или иной праздник? Ну, откуда мы знаем источник, что надо праздновать? Из Писания, да? Из отрывков Торы для большинства дат, а также из Танаха, да? Из Талмуда. Указания событий еврейской истории, имевшие большое значение и сохранившиеся в народной памяти. Что, например? А ну-ка, еще? Ну, Пури мы видим в Писании. День независимости Израиля, да? День катастрофы, например, разрушения храма. Также указания галахической литературы, а также традиции каждой общины Израиля, и не только Израиля. Например, в местечке таком-то, в таком-то году был погром. Но случилось чудо. И Бог заступился за еврейскую общину там невероятным образом. И было принято общиной там города, например, Бердичево, каждое там такое-то число такого-то года праздновать, вот это как праздник. Да, то есть это локальное чудо или локальное горе, например. Был такой погром, что общины вообще не осталось. И в памяти о тех мучениках, которые погибли, тоже празднуют, например, поминальный какой-то день. То есть это локальный день, основанный на традиции. Точно так же, как у нас есть, да, допустим, праздник, праздник чего? День рождения церкви, говорят иногда, да? То есть это же локальный праздник. Это не установленный нигде. Оливье, Бог не расстроится, если ты его не будешь праздновать, но при всем том его празднуют. И даже очень, даже лихо. И мы понимаем, что у каждого из праздников, траурных дней есть свои законы. И с каждым из этих праздников связаны какие-то обычаи, которые относятся к этому празднику. Например, у нас тоже есть обычаи, да, в украинской культуре. Это оливье и лицом в холодец. Да. Ну, не все соблюдают традиции, так же, как и в иудаизме. Но Галаха предписывает сделать оливье. В тазике, в котором весь год ноги моешь, ты обычно делаешь оливье. Разве нет? Слушайте. Уже нет. Слава Богу. Вы купили специальную пиалу для оливье. А ты не любишь оливье. Не соблюдаешь традиции. И Деда Мороза не веришь? Святого Николая. Святое Николая. Мы с вами переодеваемся в красный фазан. Тоже неплохо. Я вам скажу. Обычно эта стадия начинается после лицом в холодец. Так я не сомневаюсь. Хорошо, ладно. Итак, когда мы будем говорить о какой-либо конкретной дате, мы постараемся ответить на следующие вопросы. Почему евреи отмечают этот день? То есть в каком источнике находятся указания на него? Когда именно в конкретное время, конкретную дату, день, когда его отмечают? Какие законы и обычаи есть для этого дня в еврейской традиции? И откуда происходят эти законы и обычаи? Есть, да? В отличие от слов моэт, выражение «йом тоф», буквально «добрый день» означает праздник. Точнее, тот день, в который, согласно традиции, нельзя работать. Йом тоф. Буквально праздник. Добрый день. Ну, я же могу сказать «йом тоф». Не говорят так. Но сочетание слов-то правильное. Как бы «добрый день». Да, но праздник, да, с праздником. Как сами говорят. То есть, согласно традиции, нельзя работать в определенные дни. В «йом тоф». И таких праздников не так уж и много. Это «роша шана», «йом кипур», «первый день суккота», «шмини ацерет» и «симхат тора», «первый день Песоха», «симхат тора», «шмини ацерет» и «симхат тора». И «симхат тора». Мы все будем разбирать сейчас. Ацерет. Это через черточку. Шмини ацерет через черточку, «симхат тора» тоже через черточку. Первый день Песоха, «седьмой день Песоха» и «шаву от», а также в каждую субботу. Несмотря на то, что субботу не называют «йом тоф», то есть праздник, это «шаббат». Ну, будем говорить. Мы сегодня будем с вами идти быстро, потому что много праздников, да, мы попытаемся их максимально сделать обзор, чтобы у вас, так сказать, в голове осталась общая картина. Мы знаем, что кроме «йом тоф» часто используется слово «хаг», «праздник». Когда-то этим словом называли только праздник «суккот», затем его стали применять к «трем моадим» праздникам. «Суккот», «песох» и «шаву от». Но в последнее время так называют все праздники. В Израиле все эти праздники «йом тоф» являются выходными или нерабочими днями. Ну, например, моя дочка ходит в еврейскую школу, и у них сегодня выходной. Вчера нет, но сегодня да. Но сегодня. Вот так вот, хотя бы так. Не говоря о том, что школа имеет украинскую регистрацию. Я понимаю. Ну, не могут же они это самое в середине недели, да. Мы же не в Израиле. Да. Когда указывают источник «шекет», когда указывают источник празднования «йом тоу», часто ссылаются на главу Торы Эммор в книге «Вайкра». 23-я левит. В этой главе перечисляются все такие дни с указанием их дат и общих правил празднования. Левит 23. Зачитайте дома, да. Там все праздники, в общем-то. Вот праздники Господни. Вне земли Израиля число праздничных дат почти вдвое больше. Вне Израиля, в диаспоре этих праздничных дат почти вдвое больше. Почему, да? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, как устанавливалось начало каждого еврейского месяца. Во времена Синедриона. Помните, мы вчера... То есть, когда был еще храм. Мы говорили, что начало месяца устанавливалось не по записанному календарю, а показаниям свидетелей, которые видели появление новой луны. После этого объявлялся новый месяц, о чем сообщали гонцы во все еврейские общины. Но при этом существовала опасность, что посланники не прибудут или прибудут с опозданием в далекие общины, расположенные вне Эрец Израиль. И поэтому в этих общинах не будут знать точно, когда начинается месяц, а значит, и когда отмечать праздник, если он есть в этом месяце. Видите, как все было серьезно без интернета. Такая ситуация могла бы привести к тому, что евреи, живущие в каком-нибудь месте, будут работать в тот день, когда это запрещено. Голохой. Чтобы этого не произошло, каждый Йом-Том, кроме Йом-Кипура, праздновали вне Израиля не один день, а два подряд. На всякий случай. Да, чтоб не переработаться. Да, чтобы не переработаться. Ну, мы диаспора. В принципе, может быть, и удваивается, да. По халахе. После того, как в IV веке Синедрион опубликал во всех общинах Израиля письменный рассчитанный календарь, появился вопрос, надо ли теперь, когда точно известно начало каждого месяца, придерживаться обычая удваивать праздник для общин вне Эрец Израиль. Общее мнение мудрецов, записанных в Талмуде, было. И это мнение было принято без исключения всеми общинами. Что-то у меня... Да, было принято удваивать. Это удвоение не коснулось Йомки-Пура. Потому что Йомки-Пур – это не только Йомтов, но и день поста. Ну, в общем-то, из-за того, что сложно было поститься два дня. Конечно, двоение не распространяется на субботу, потому что мы знаем, что суббота никак не связана с календарем, а только с семидневным циклом. Поэтому суббота празднуется один день. Йомки-Пур выпадает на субботу. Особый праздничный статус имеет в традиции также два периода, которые объединены общим названием. Холь-Хамоэт – буквально «особенные будни». Особый праздничный статус имеют в традиции также два периода, которые объединены общим названием – Холь-Хамоэт – буквально «особенные будни». Речь идет о двух неделях календаря, начинающегося с первого дня Суккота и первого дня Песоха. Вы помните, да, что праздники длинные? Дело в том, что на эти дни распространяется большинство законов этих праздников. Поэтому дни в период Суккота называются Холь-Хамоэт-Суккот или Холь-Хамоэт-Песох – во время Холь, то есть будни особенные. Эти дни не являются Йом-Тов, но традиция говорит, что все равно нужно стараться не сильно в работе. Но при всем том, любую работу выполнять можно. Можно готовить еду, пользоваться электричеством и так далее. Мы поговорим еще об этом. Также, кроме перечисленных дней, в календаре существует еще несколько праздничных дат, когда традиция не запрещает работать. В русских переводах мы знаем их как полупраздники. Это Ханука и Пурим. А также более молодые праздники, такие как День независимости государства Израиль и День Иерусалима. То есть это праздник, но работать можно. Да, я же только что сказал. Ханука, Пурим – День независимости Израиля, государства и День Иерусалима. Общее название этих четырех дней – Емэй Хадайя – Дни Благодарности Всевышнему. Хадайя. Емэй Ходайя. Ходайя. Ну, хоть маленькой. А также это Тубишват, 15-е Ава и Лагба Омер. Традиция рекомендует провести эти дни радостно в кругу семьи и друзей. Лагба Омер. Будем, постараемся, так сказать, проговорить. В некоторых школах, учебных заведениях в Израиле в эти дни могут быть выходные, могут не быть. То есть это такой более свободный день. Полупраздничный характер имеет также Рош-Ходыш, новомесячие, то есть начало месяца. Рош-Ходыш, новомесячие. Когда-то этот день праздновали, как и другие, так сказать, полупраздники, делали такой небольшой семейный фуршет. Рош-Ходыш был тем днем, когда было принято посещать известного пророка и спрашивать его о судьбе народа Израиля и о личных проблемах. Это делало день Рош-Ходыш, похожим на субботу. Во второй книге «Царств» рассказывается о женщине из одного города, которая хочет пойти к пророку Елиша. На это спрашивает ее муж. Четвертая глава, с 8 по 23 стихи. «Почему ты идешь к нему? Ведь сегодня не начало месяца и не суббота. В Хараме в этот день проводилась особая служба, сопровождавшаяся трублением в трубы и жертвоприношением». Бамидбар 10.10. «А в день вашего веселья, в праздники и в новомесячье трубите в трубы, совершая приношение». «Бамидбар 10.10». «Бытие». «Бамидбар числа», извините. «Бамидбар 10.10». «Вторая царств 4.8.23». Нам нужно просто увидеть, что начало месяца, оно тоже отличалось от обычных дней. Сегодня начало месяца не сопровождается тем празднеством, которое было когда-то принято. Сейчас намного проще. Итак, идем дальше. «Кроме праздничных, в еврейском календаре есть и траурные дни. Большинство из них являются постами, то есть днями, когда нельзя ни есть, ни пить. Об одном из таких постов мы уже говорили. Это Йом-Кипур. Всего же есть шесть общих, то есть обязательных для всех постов. Их легко запомнить парами. Черный и белый, долгий и короткий, он и она. Такие вот пары. Имеется в виду белый. Йом-Кипур. Когда все одевают белые одежды. Черный, девятое ава, называемый еще черный день. Долгий, семнадцатая – это муза. Долгий, светлое время суток в летний день, семнадцатая – это муза. Мы будем разбирать это все. Вы запишите для себя просто как бы. Короткий, десятая – Тевета, Тевета, в светлое время суток зимой. Он – это пост Гидалии, третья Тишрея. И она – это пост СР, тринадцатая Адара. Мы разберем сейчас это, не переживайте. Просто запишите. Гидалии. Он – пост Гидалии, третья Тишрея. Она – пост СР, тринадцатая Адара. Помните, да, молилась СР, постилась. В летний день. Семнадцатая – это муза. В светлое время суток, в летний день. Для общего названия траурных дней используют два термина. Цом, пост и таанит – день скорби и изнурения. Цом, мы. Цадивай, вауф, мэм. Пост, цом. Да, используют два термина. Для общего названия траурных дней. Пост и таанит – день скорби и изнурения. В основном используют термин цом. Только относительно поста эстер, говорят таанит эстер. Два поста, Йом-Кипур и девятая Ава, длятся целые сутки, от захода солнца до выхода звезд на следующий день. Остальные только в светлое время суток, с утра, от восхода солнца до вечера, до захода солнца. Девятая Ава. Йом-Кипур и девятая Ава. Иногда руководители местных общин устанавливали и устанавливают дополнительные таанит-цибур, общественные посты, в результате каких-либо трагических происшествий или ввиду тяжелого положения еврейской общины. Существует также понятие таанит-яхид или личный пост, в знак раскаяния за совершенный проступок. Но мы понимаем, что эти дни не отражаются в календаре. Как мы говорили, был сильный погром, и мы теперь вот в этот день постимся. Принято у нас в синагоге поститься. И хотя праздники не похожи один на другой, есть у них общие символы. Особенно это относится к Йом-Тов и к Субботе. Перед наступлением праздника, Субботы или Йом-Тов, зажигают субботние или праздничные свечи. Обычно свечи зажигает хозяйка дома, если в общем-то в доме есть женщина, произнося при этом соответствующее благословение на зажигание свечей. Мы знаем, что нет в Писании прямой заповеди зажигания свечей. Это есть постановление. Но вы помните, как относится к Талмуду. Поэтому это позиционируется как заповедь. Итак, зажигает хозяйка дома. Число свечей по крайней мере две, но может быть и больше. Во многих община принята в воспитательных целях, чтобы девушки, иногда даже маленькие девочки, зажигали по свече в доме родителей. Чтобы зажигание свечей выглядело торжественнее, обычно покупают красивые подсвечники, делают из этого торжество. И дети очень радостно откликаются на это. Во все праздничные и полупраздничные дни устанавливается праздничная трапеза. Обычно это просто домашняя трапеза, которая в кругу друзей или приглашенных каких-то близких гостей. То есть эти трапезы, они действительно должны быть праздничными, вкусными, разнообразными. Ставят сладости, мясо, рыбу, кто что любит. Перед началом вечерней и утренней трапезы субботы или Йомтов глава семьи читает Кидуш, особую короткую молитву, посвященную данному празднику. Кидуш. Как правило, Кидуш читается над бокалом виноградного вина, и поэтому в Кидуш включено также благословение на плод виноградной лозы. Есть такая традиция, чтобы это был самый красивый бокал, если возможно серебряный. Ну, традиция. Также в Йомтов, но не в субботу, в Кидуш включается благословение Шегехияну. И кто, может, знает, кто-то его? Да? Шегехияну, Вакиману, Лазман, Газе. Да. Переводится, благословен ты, Всевышний Бог, наш Царь Вселенной, за то, что вдохнул в нас жизнь и дал нам существование и позволил нам дойти до этого времени. Хорошее благословение. Да. В Йомтов. Также, да. Вы можете читать его каждый день, хоть через каждые две минуты, потому что это хорошее благословение, оно соответствует Писанию. Принято начинать всякую трапезу с хлеба. То есть мы говорим об общих моментах, которые объединяют в себе понятие Йомтов и даже полупраздников. Как называется хлеб? Хала, да, праздничный хлеб. Традиционно делается в виде плетенки. Обычно берут две халы, накрывают специальной салфеткой и они лежат на столе до того времени, пока произносится кедуш, а потом произносят благословение на хлеб. Традиция рассказывает, когда евреи скитались в пустыне 40 лет, с неба падал ман, в русских переводах манна небесная, которым они питались. Перед наступлением субботы падала двойная порция мана, чтобы евреи не собирали его в субботу, о чем было написано в Торе, в исходе, 16 главе, 22-25 стихе. Помните, да? Двойное благословение. Название хала тоже не случайно. Из Торы, Бамидбар, 15-20, известна заповедь «Отделять часть от выпекаемого теста для коганим в храме», для священников. Отделяемая часть так и называлась – хала, то есть отделенная. «Сегодня, когда храма нет, в память об этой заповеди поступают так. Перед выпечкой халы женщина отделяет часть тела и сжигает его, произнося соответствующее благословение на отделение халы». Ну, это если пекут в домах у себя хлеб. Ну, да. А название хала перешло с отделяемой части хлеба на сам праздничный хлеб. То есть две халы символизируют двойную порцию благословения, еды, которую Бог давал на шаббат. Мы просто сейчас разбираем с вами традиционный подход. Также две халы символизируют две скрижали завета. Кроме того, это напоминает о хлебах, лежавших на жертвеннике в храме. Помните, да, что был хлеб перед лицом Господа. Ряд с этими хлебами на жертвеннике была соль. Поэтому сегодня вместе с халами на стол ставят солонку. Но на некоторые праздники, мы это увидим дальше, ставят мед, например. Принято в празднике изучать Тору. В каждой из праздников существует своя книга или специальные отрывки из еврейских книг, выбранная традицией для изучения в этот день. Ну, например, вы знаете, да, что во время Пурима что нужно прочитать? Мегилот истер. Свиток истер, да? А почему? Потому что этот свиток, он напрямую связан с этим праздником, напрямую напоминает нам о победе Божьей. И аллилуйя просто. И также мы знаем, что во все праздники принято поздравлять друг другом. Говорят, шаббат шалом, шавуатов, ну и так далее. Да, хах самех. Или там говорят, например, хах пурим самех, шанатова. Так как молитвы во многом отражение того, как проводилась служба в храме, в особые дни, в Муадим, существуют особые молитвы, соответствующие особому порядку службы в храме по этим дням. Как это было принято, когда стоял храм? Поэтому в каждый праздник в той или иной степени изменяется содержание молитв. И мы это понимаем. В связи с этим существует специальный вид молитвенника на праздничные дни. Мах-зор. Мы уже говорили об этом, когда мы разбирали синагогу, молитвы. Мах-зор. Например, молитвенник на Роша-Шана и Йом-Кипур. Отдельно составленная книжка, чтобы знать, как не выбирать из разных, так сказать, отрывков. А все сложено просто. Или там, например, если речь идет о Песохе, пасхальный, там, да, Кидуш, или о Шабате. В утреннюю молитву большинства праздников читается отрывок или целая глава из Торы. Читает ее, как мы учили, кто? Балькриада. Тот человек, который вызывается к свитку на чтение. После чтения Торы читается Хаф-Тара, отрывок из Танаха. Итак, идем дальше. Примерно мы с вами разобрали, да? И мы сейчас начнем с вами говорить о каком празднике, как вы хотите. Давайте поговорим о Песохе. Мы будем их разбирать, может быть, не по календарному порядку, но для нас важно для себя определить определенные моменты, связанные с этим праздником. А начнем мы это делать после перерыва.